Заступился, получил уголовную статью. В такую ситуацию попал в Барнаулись Евгений Амеличкин. Прошлым летом мужчина увидел, что приставы арестовывают машину соседки. Решил заступиться и выяснить, кем являются приехавшие сотрудники. Пристав удостоверения не показал и теперь утверждает, что в ходе общения с обвиняемым его оскорбляли и на душе стало тяжело. На очередном заседании двое свидетелей со стороны обвинения пролили свет на тяжесть в душе. Насколько я помню, потерпевший вытащил сигарету из рота подсудимого. И тогда уже начались непосредственно в адрес потерпевшего высказывать оскорбительные слова. То есть полностью оскорблял как личность, как сотрудника, находящегося в форме представителей исполнительной власти. Вы слова конкретные не слышали или слышали? Не слышал. Слышали, да? Какие именно не помните? Нет, к сожалению, просто время прошло длительное. Сейчас потерпевший требует выплатить ему моральный ущерб в размере 20 тысяч рублей. До этого он утверждал, что после случившегося плохо себя чувствовал и даже отпуск его был испорчен. Второй свидетель вторил первому. Нецензурная брань была, но мы не помним какая. Нецензурную брань саму-то слышали? Нет. Саму нецензурную брань не слышали. Ну, а выражения, какими он говорил по поводу формы, это слышали? Несколько выражений слышала, но какие именно, я уже не помню. Это было давно. А почему думаете, что это было вот именно нецензурная брань? Ну, может быть, это было просто там козел там, ну, не знаю. Ну, внушение формы так не скажешь. Он именно унижал внешний вид сотрудника и форма, да, что она в ненадлежащем состоянии, по его мнению. Стоит отметить, что у женщины, у которой изымали машину, с каждой зарплаты удерживали долг 50%. Просрочных не было, и она никуда не скрывалась. На вопрос от подсудимого, с дачем арестовывать машину, если все выплачивается без долгов. Ответ был таким. В мотивации дела. То, что у должника удерживается 50%, нас, как бы, закон не останавливает. Мы имеем право применить к должнику меры принудительного исполнения в виде наложения ареста на имущество, которое не является вещью первой необходимости, чтобы простимулировать должника к скорейшей оплате за должности. Уже в следующий вторник состоится очередное заседание по делу об унижении и оскорблении пристава. Заслушать предстоит еще двух свидетелей со стороны обвинения. Мы продолжим следить за развитием ситуации еще и потому, что это дело вызывает огромный интерес у наших телезрителей, которые все-таки больше сочувствуют заступившемуся за женщину. Дмитрий Дроздов, Андрей Печеркин. День с толком.